здравствуй мой дорогой зритель тебя приветствует сантехник и сегодня разговор пойдет про мт-25 лт-шку 6 уровня ссср знаете само появление этой машины было обусловлено тем что вывели т-52 легендарную машину этой игры сказали типа очень быстро им будет и так далее и заменили ее вот этим олдфаги когда вспоминают про вот эту замену у них обычно слеза наворачивается блин какая машина была вот т-52 было да это какая-то мусоровозка ну да такая как эта машинка действительно смешная не веселая и она действительно немножечко плачевная в чем-то дело в том что у нее самый низкий средний урон по серверу по 6 уровню самый низкий это просто капец это говорит нам о том что эта машина нифига не дамагер это светляк типичный и пушка нам как бы намекает мало того что склонение у нее только 5 градусов ну например т-37 вообще смешно по этому поводу 5 градусов склонения пробой 112 ббшкой поэтому полбк голды это как минимум а лучше вообще полностью заряжать голдой и только тогда она кого-то сможет пробивать потому что ну потому что как бы только вы попадаете к девяткам даже голдой пробой 189 вам говорит о том что вы фиг кого пробьете это нужно кого-то крутить кому-то заходить в корму отбившемуся от стада так как карты маленькие зайти кого-нибудь такого вот одиночку найти далеко не просто ну вот кроме того светляков в рандоме целая толпа все нас пересвечивают потому что мы слепы еще ко всему обзор 370 метров ну просто капец ну ладно в целом седьмыми уровнями эта машина воюет вполне неплохо с восьмерками тоже куда не шло но как только мы попадаем девятым уровнем да да у нас уровень боев 7-9 то есть девятками нам там делать вообще нечего потому что они нас пересвечивают меня сегодня 50 120 пересветил ну просто у чувака хороший экипаж наверняка там боевое братство там еще что-нибудь там у него выкачаны перки все и он меня увидел раньше чем я и ну до смешного доходит но разумеется я получила плеуху и оттянулся в ангар вот хотел себе три звезды нафармить в принципе это реально потому что смотри выше средний урон на этой машине самый низкий среди шестерок но не получилось потому что последние 9 боев я играл строго с девятками я плюнул и сказал все хватит с меня тем более лттб я уже прокачал и достаточно в целом хочу сказать что ребят машина конечно очень быстрая и маневренная активный светляк из нее неплохой но вот обзорчик был бы хотя бы 380 вот хотя бы на десяточку и эта машина заиграла бы другими красками была бы пушка какая-нибудь другая пускай даже это но пускай пробой был бы там не 112 как у тридцать четверки советской пятого уровня который уровень боев 5-7 некоторые еще голду на них заряжают какая голда чем вы говорите как же тут на этой машине играть ну вот как-то вот странно очень и еще есть один главный нюанс у нас обзор ладно прочность 570 единиц 570 обратите внимание у т-37 600 с лишним вы скажете да ерунда разница да нет ни ерунда представьте себе противника против вас лев которого вы можете надамажить на той или другой машине так вот на т-37 вы переживете два попадания от льва а на нт-25 только одно потому что второе вас отправит в ангар сразу же почему такая несправедливость я не знаю у меня нет ни малейшего понятия я просто считаю что эта машина сложная и несбалансированная но в целом воевать она очень даже может ну что ж давайте в бои и там продолжим а знаете какая у этого танка еще есть фишка часто встречаю в рандоме ребят с очень хорошей статистикой которые катают на мт-25 ним как не могу понять зачем это нужно и теперь до меня дошло дело в том что если вы настреляете 600 700 урона за обычный бой то у вас будет за этот бой в н-8 свыше трех тысяч то есть будет фиолетовая кпд за какие-то там 600 урона там смешные а если вы настреляете не дай бог две тысячи мало того что вы получите мастера так вы еще и рейтинг за бой получите порядка 11 тысяч там 10 11 в н-8 это просто безумная цифра дело в том что на мт-25 обычно играют люди либо в активный свет либо просто раки которые сливаются в первые несколько секунд боя и соответственно ничего не настреливают ну а соответственно если вы можете на этом танке чуть настрелять то у вас рейтинге не все а именно в н-8 будет расти со скоростью просто звука и это действительно так ну касательно вот этого боя до песчанка у нас тут было по моему это было 9 мая могу ошибаться не помню точно ну вот такое вот один из таких первых боев где я уже почувствовал свою силу почувствовал силу в том что маленький светлячок на самом деле может очень сильно влиять на победу потом в итоге посмотрите сколько тут насветил потому что нужно являться какой-то занозой в заднице у противника во первых которую выковырнуть сложно он на меня 37 поролся он так и не смог меня убить потому что он прекрасно понимал что это из-за меня я свечу всю команду я мешаю им всем ну и в общем то из-за меня нет ты послевались потому что я их держал практически в перманентном свете и союзники со всех сторон их тут раскидывали это во первых а во вторых нужно иметь простите стальные яйца потому что с таким маленьким уроном с таким маленьким пробитием иногда можно ворваться вот на такую вот страшную цель и ну правда мне тут не далее подамажить но как обычно у маленького всегда все все отбирают гуслю тут сам себе снял кстати переворачивался несколько раз на этой машине нужно быть очень аккуратным она переворачивается очень даже запросто наехал на кончик почку и привет семье а вот ну еще надо сказать о вот тут мне повезло конечно метод тигр не пробил меня скользко попал снаряд надо надо признаться что эта машина очень быстро очень маневренная и может скажем так сыграть с ее хозяином злую шутку потому что очень легко перевернуться подставиться где-то где-то даже гуслю потерять и отправиться в ангар потому что сами понимаете запас прочности у нас ну как минимум смехотворный ну собственно будет к концу уже подходит я уже что мог тут сделал и хочется к вам чуть-чуть надамажить надо мажить напоследок раз уж пошла такая пьянка режь последний огурец так этого надамажить не получилось так вафельку убили и остается нам только тигр тигр вот давайте распилим тигра покусаем его кусать его придется долго ну как обычно у маленького же все всегда отбирает даже проще всего взять его маленького отобрать фраг который он в общем-то заслужил в данной ситуации ну да ладно не столь важно но во всяком случае разведчика взял мастера взял да еще и сделал лбз причем взводную лбз сделал соло ну вот как бы как бы ничего так нормальненько получилось так ну и следующий наш бой это уже тут как бы с восьмер очками тут как бы немножечко полегче вроде бы с одной стороны а с другой стороны по-разному бывает на этой карте важен свет и вот здесь такую позицию занимаю чтобы никто по этой стороне от горки не проехал вот типов подставляется можно ему тут стрельнуть разочек хотя может я его зря напугал а может быть и не зря не знаю наши сюда поехали целой огромной толпой ну как-то очень оптимистично все выглядит я такой думаю ну нормально можно значит поконтролить этот флаг не дать типу проехать не засвеченным ну и немножечко раздать дамаг в целом в целом я хочу сказать что вы все таки машина очень веселая я не могу сказать что она хорошая но не могу сказать что она плохая потому что но действительно вот этот вот фан вот это вот скорость ну такое просто капец вот эти вот перестрелки сумасшедшие машину тут заносит эту мтшку разворачивает постоянно если полицейским разворотом разворачиваться то можно вообще на 360 градусов крутануться ну такое в общем в общем веселуха у нас пробка небольшая образовалась как видите все друг другу мешают толкаются и так далее и так далее ну как обычно маленькому ничего не дали но вот здесь я уже как бы своего не упущу очень опасно проехал под носом противника мог получить пенделя такого неплохого так опять у нас тут пробка елки тут всякие под ногами мешаются ну и пользуясь преимуществом скорости хочется все таки вперед поехать и кого нибудь там опять-таки надамажить ну и желательно конечно же не подставится потому что сами понимаете запас прочности у нас просто копеечный обнять и плакать были ну хотя бы вот хотя бы вот сто очков прочности этой машине вот не хватает и уже все было бы по-другому там десяточку накинуть на обзор и уже было бы по-другому там бронепробитие двадцатку накинуть чтобы было ну блин ну ну сделать ну хотя бы как там у стоковой пушки у среднестоковой там на том же т-37 там на барабанной пушками там 137 пробоя ну уже что-то можно пробивать уже как бы не так печально было бы ну а так так машинка знаете такая вот именно вот она для тех у кого реально стальные шары как может себе такое позволить ворваться вот так вот и не сдохнуть при этом а если сдохнуть то не опечалится сделать выводы и следующем бою проделать то же самое только не допустить ошибок не подставиться и всех тут развалить вот этим пытаюсь собственно и заниматься вызывает массу удовольствия скажем так но развлечение во первых не дешевая в плане того что я тут на фулл голде сами понимаете мне не хочется стрелять там 112 пробоя этого недостаточно вообще не для чего можно даже е-25 не пробить бывает и такое можно светляка не пробить про т-44 я вообще молчу он голдой тут особенно не пробивается ему надо нлд выцеливать или еще там что-нибудь борт башни например опять-таки не пробил даже голдой ну ладно что там такого там 190 там пробития голдой можно кого-нибудь даже и не пробить потому что с нашим уровнем боев это не особенно то много вот такие вот дела конечно если бы вам тэшки там была какая-то фишка своя то есть ну кроме того что он шустрый у него фактически ничего нет вот это вот очень жалко была бы еще какая-нибудь фишечка ему цены просто не было он был бы классники но таком какой-то немножечко печальники прям скажем не самый худший но какой-то немножечко не то что-то с ним что-то с ним не то ну вот скажем так вот японский тяж хорошо бронированный надо его попилить пока он тут не опомнился но с фугасницы я что-то его боюсь немножко потому что он не может ваншот повесит только дай дорогу о кто-то его раздамажил надо его добирать ну как назло как только так становится шотным у него сразу там 100 миллиметров брони появляется дополнительных фиг пробьешь ну как-то все-таки добился какой-то энной попытки и я тут не ожидал что у меня г-25 все-таки решает упороться ох зря он это сделал ну правда у меня тут поджег кританул двигло двигло чинем и как видите крутим крутим е-25 кто там сказал что е-25 маневренный не нифига он не маневренный мт-25 маневренный вот он действительно маневренный а е-25 это так кстати мы его догоняем обратите внимание и вот тут я допускаю ошибочка ну ладно не суть главное все-таки уничтожили и в этом бою победили прикольный кстати бой мне очень понравился очередной мастер как бы как бы хороший бой хорошая машина не хватает ей немножечко маскировки вполне возможно надо было прокачать просто у экипажа маскировку не хватает пушки не хватает того не хватает всего но вот касательно маневренности скорости и подвижности это просто офигенная машина если вам нравится драйв эта машина для вас но учтите что вы в мире ваншотов то есть вы фактически ваншот нужно быть очень аккуратным и очень дерзким чтобы играть на этой машине что ж ребят на сегодня у меня все подписывайтесь на канал ставьте лайки ну а пока пока